Всем привет! С вами Дэн и это уроки программирования с использованием OpenGL. Итак, что же такое OpenGL? OpenGL расшифровывается как Open Graphics Library, что с перевода означает открытая графическая библиотека. С использованием данной библиотеки создаются различные игры, компьютерные и графические движки, приложения с использованием трехмерной и двухмерной графики, такие как CAD-системы, SAPR, программы для 3D-моделирования и так далее. OpenGL это не совсем библиотека в том виде, в котором вы привыкли видеть библиотеки в любом языке программирования. OpenGL это спецификация, определяющая программный интерфейс для написания приложений, как двухмерных, так и трехмерной графики. Спецификация OpenGL это просто документ, описывающий функции и их точное поведение. Производители же видеокарт производят реализацию этих спецификаций, создавая в библиотеке функций, которые впоследствии входят в состав драйвера, который поставляется вместе с видеокартой. У каждого производителя видеочипов имеется своя реализация. У NVIDIA будет своя реализация OpenGL, у Radeon также будет иметься своя реализация спецификации OpenGL. То есть спецификация это правило, как должна работать та или иная функция или то или иное оборудование. Допустим, у нас имеется функция сумма, которая производит суммирование двух значений. Эти значения передаются в функцию в виде аргументов. Эти значения должны быть вещественного значения. Результат суммы также будет вещественное значение. И также имеем две реализации данной функции. Первый вариант имеет простой и достаточно понятный программный код. Вторая же реализация имеет немного запутанный программный код, но все же выполняет те же самые действия, считая сумму двух значений и возвращает результат. В итоге мы получили две реализации одного и того же метода. Так и с реализацией OpenGL. Каждый разработчик реализует данный стандарт по-своему. То есть компания Radeon реализует данную спецификацию по одному, а компания NVIDIA реализует данную спецификацию OpenGL по-своему. Также наверняка вы могли замечать то, что с выходом новой версии драйвера под вашу видеокарту увеличилась и производительность. За счет оптимизации программного кода и с появлением новых возможностей у видеокарты переписывался программный код самой реализации OpenGL с использованием этих возможностей. И поэтому скорость работы на видеокартах значительно увеличивалась с новой версией драйвера, чем в предыдущей. Далее разберем уровень взаимодействия OpenGL с видеокартой. На верхнем уровне находится программный код, написанный на каком-либо языке программирования с использованием OpenGL. Для того, чтобы использовать возможности OpenGL необходимо подключить к проекту библиотеку, в которой будут описаны все функции и возможности самого OpenGL. В каждом языке программирования данная библиотека может выглядеть по-разному. В C и в C++ это всего лишь заголовочный файл, который просто подключается к проекту. В C Sharp это DLL, в Java это пакет, ну и так далее. Вызванная функция OpenGL из исходного кода посылает сигнал драйверу выполнить определенные действия, которые заложены в спецификации. После того, как драйвер получил сигнал, он отдает команду видеокарты сделать то, что его попросили. Если же данная команда не будет выполнена аппаратно, то есть на видеокарте, то она должна быть выполнена программно, то есть иметь программную реализацию. OpenGL изначально разрабатывался для языка C, что означает чисто функциональный подход к написанию библиотеки, а не объектно-ориентированный, как в большинстве существующих языков программирования. OpenGL получил большую популярность и поэтому имеет порты под все существующие языки программирования. Java, JavaScript, Python, C, C++, C Sharp, Pascal, Basic и так далее. Каждый порт под эти языки добавляет что-то свое, улучшая те некоторые неудобства, которые присутствуют в OpenGL и которые тянутся с самой первой версии до последней версии. Первая версия OpenGL появилась в 1994 году. На то время она поддерживала все возможности существующих видеокарт. С каждым годом появлялись все новые и новые возможности у видеокарт и из-за этого расширялся и сам OpenGL, предоставляя новый программный интерфейс для управления этими новыми аппаратными возможностями. С добавлением нового функционала росла и версия стандарта OpenGL. На сегодняшний день последняя версия OpenGL это 4.6. Более подробную информацию о версиях вы можете подчеркнуть из Википедии, ссылка которой была представлена ранее. Все существующие версии OpenGL можно разделить на две группы. Без использования программируемых шейдеров и с использованием программируемых шейдеров. Шейдер, кто не знает, это такая программа, которая будет исполняться на видеочипе, то есть на видеокарте. В современных играх повсеместно используются шейдеры. В старых играх в районе 2000-х годов программируемые шейдеры не использовались. OpenGL в ходе своего развития накопил достаточно большой устаревший функционал, который в данный момент уже не используется. Для чего же он в нем существует? Для того, чтобы обеспечивать поддержку старых приложений, которые были написаны и еще на старых версиях OpenGL. OpenGL предоставляет возможность работы своего графического ядра в двух режимах. С совместным использованием ядра, то есть предоставляет возможность использования графического IP с первой версии по текущей, то есть с первой по 4 и 6. И вторая версия ядра – это без совместимости, то есть используются только современные методы и современные технологии, а все устаревшее IP было удалено из данной версии ядра. Как я уже говорил ранее, существует различное множество реализаций OpenGL под различные языки программирования. Данные реализации могут отличаться от стандартного IP, то есть выносить некоторые изменения в свою библиотеку. Язык C-Sharp, а вернее сказать платформа .NET, не является исключением. Под данную платформу существует множество различных реализаций OpenGL. Некоторые из них являются более популярны, некоторые менее популярны. Давайте рассмотрим некоторые из них. Менее популярными являются OpenGL.NET, ServiceOpenGL, ServiceGL и так далее. К наиболее успешным реализациям можно отнести три библиотеки. TAU Framework, SharpGL и OpenTK. Поговорим о последних трех. Библиотека TAU Framework включает в себя реализацию версии OpenGL с первой по вторую. На сегодняшний день данная библиотека не поддерживается, то есть она не развивается. Данная библиотека содержит не только сам OpenGL, но и других популярных библиотек для разработки игр под платформу .NET. Следующая библиотека это SharpGL, поддерживаемая версией OpenGL данной библиотеки с первой по четвертой версии. На данный момент библиотека развивается. И наиболее популярная библиотека на сегодняшний день это OpenTK, поддерживаемой версии OpenGL с первой по четыре и шесть. Данная библиотека разрабатывается теми же самыми людьми, которые создавали TAU Framework. После прекращения разработки библиотеки TAU Framework, они переключились на создание библиотеки OpenTK. Также стоит отметить еще одну библиотеку TAU Classic, которая разработана другими людьми, не из команды TAU Framework, но полностью следует их концепциям, заложенных в данную библиотеку. Поддержимые версии данной библиотеки OpenGL это с первой по четвертую версию. Данная библиотека уже не поддерживается разработчиками. Возникает закономерный вопрос, какую библиотеку выбрать, и чем одна реализация OpenGL отличается от другой. Давайте в этом разберемся. Рассмотрим одну из функций стандарта OpenGL. GelClearColor. Данная функция принимает некоторая параметры. На данный момент нам не важно, что данная функция выполняет. Так как стандарт основывался на языке оси, то и все функции адаптированы под данный язык. Префикс GL показывает, что данная функция относится к OpenGL. Такое написание функций связано с некоторыми недостатками языка оси того времени. Эта же функция в ТАУ будет выглядеть следующим образом. Так как ТАУ состоит из нескольких портов популярных библиотек, то для каждой из этих библиотек есть свой префикс. Префикс GL показывает, что данная функция относится к OpenGL. Префикс GLUT относится к библиотеке GLUT и содержит соответствующие функции, относящиеся к этой библиотеке, ну и так далее. После первого префикса с точкой идет команда, которая идентична стандарту, то есть имеет то же самое имя, что и в стандарте. В библиотеке OpenTK команда будет выглядеть следующим образом. Jail.ClearColor. Префикс стандартной команды вынесен за точку. Но проанализировав вызов одной и той же команды в различных библиотеках, можно сделать вывод, что различие между вызовами не очень существенно. Поэтому давайте рассмотрим еще один пример. В OpenGL существует такое понятие, как создаваемый примитив. Это может быть точка, линия, треугольник и так далее. О них мы поговорим на соответствующем уроке. Итак, как же нам объявить определенный тип создаваемого примитива? Скажем, треугольник. Он будет выглядеть следующим образом. В стандарте OpenGL это выглядит так. В библиотеке TAU соответствующим образом, с префиксом Jail. И в OpenTK будет выглядеть совершенно по-другому. Отличий в TAU от стандарта, как можете заметить, нет. Только за исключением префикса. В OpenTK уже имеются существенные отличия. Все создаваемые примитивы вынесены в отдельный объект. Примитив Type. В котором расположены такие объекты, как точка, линия, треугольник и так далее. При работе с OpenTK возникает двоякое состояние. При котором, с одной стороны, данная библиотека дает простоту. Так как, зная некоторые объекты классы, такие как примитив Type, мы знаем точно, что в них содержатся все создаваемые примитивы, которые позволяют создавать OpenGL. С другой же стороны, OpenTK вносит свой функционал, свои имена функций. То есть, отличные от стандарта. Но зная все нюансы OpenTK, зная, где можно найти тот или иной объект в данной библиотеке, можно с легкостью портировать код, написанный на C++ на платформу NET, то бишь на язык C Sharp. Ну, в принципе, это и все. Сегодня мы рассмотрели вкратце, что такое OpenGL, какие существуют реализации под платформу NET и чем они отличаются друг от друга. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok